Юрского периода «Теория хаоса» только что вышел на экраны, и можно сказать, что этот сериал, безусловно, преуспел. Художественный стиль, сюжет, актерская игра и мрачный тон, которые были в нем, превзошли все наши ожидания. Это шоу с рейтингом PG, но оно было темным, что меня уважает. История, лежащая в основе сериала, сосредоточилась на определении того, что произошло с группой, которая оплакивала ее и чувствовала, что виновата в том, что произошло, а также пыталась добраться до сути, почему они чувствовали, что за ними идут на охоту. Было еще что-то постоянное, и в конце концов оно осталось неразрешенным, когда шоу закончилось. Это была личность женщины, управлявшей хищными птицами. Итак, я решил поделиться своими теориями и узнать, есть ли какая-нибудь информация о ее личности. Итак, приступим. Вот теория хаоса мира Юрского. Кто Леди Раптор? Вам стоит знать. В этом видео спойлеры. Что мы знаем о ней? Интереснейший факт. За сериал она не произнесла ни слова. При знакомстве она была чрезвычайно холодной, без эмоций, и это длилось весь шоу. Сначала думала, что это дроид, не человек из-за роботизированных движений и пустого взгляда. Известно, что она управляет свирепыми рапторами с помощью свистка. Это как у хозяина собаки с свистком. Она издает звук. Рапторы реагируют на звук. Похоже, что ей было поручено выследить Дариуса и остальных членов банды в этом сезоне шоу, и она использовала хищников, чтобы уничтожить их. Было подтверждено, что хищные птицы были лучшим способом заполучить людей, потому что они не оставляли свободных концов. Это то, что сказал Дженсен, когда мы узнали, что он работал с таинственной женщиной, которая была также работает со своим боссом. Однако, как мы видели, когда Бруклин был жив в конце, технически это был не лучший способ убедиться, что ничего не осталось позади. Как будто она потеряла только руку и на самом деле не умерла. Скорее всего, это означает, что эта таинственная женщина стояла и за покушением на убийство Бруклина. В последние минуты сезона мы увидели, что был момент, когда она действительно начала выражать какие-то эмоции. Что-то, что кардинально отличалось от того, каким мы видели ее на протяжении всего остального времени. Показывать. Был момент, когда грузовик, за рулем которого был Матео, сбил ее. Она была без сознания. Но, когда проснулась, увидела Дариуса и остальных. Она отправила свисток команду, вызывая хищников к нападению. Но, видя их раны и усталость, приняла решение против приказа убить группу, ставить здоровье хищников выше приказов и выбрала спасенных ими. Хотя это был небольшой момент в сериале, я считаю его крайне важным, ценным и, скорее всего, определяющим будущее персонажа и ее путь. Теория 1. Очевидно, что у Брокера, для которого она работает, нет заботы о состоянии динозавров и собираемых яиц. Их не волнует, что с ними плохо обращаются. Они просто хотят убедиться, что они выживут и смогут на них заработать. Тот факт, что это глобальная операция. Их отправка и получение прибыли является их главным приоритетом, а не благополучие динозавров. Это что-то, что, как мне кажется, идет вразрез с основными ценностями и убеждениями, которые есть у леди-хищницы. Как мы видели в заключительные моменты сериала, она глубоко заботится об этих существах. И она почти в гармонии с тем, что они чувствуют и как они себя ведут. Учитывая, что в тот момент, когда один из хищников почувствовал запах группы, в то время как они прятались на складе, она принюхивалась к их носу и почти чувствовала это так же хорошо, как и она. Пусть тогда они отправятся на свою охоту. Я думаю, что это забота об их безопасности. Это то, что со временем выйдет на первый план. Мы знаем, что она им сочувствует. Поэтому, я думаю, наступит время, когда она может пойти против своего босса, и она начнет ценить жизнь динозавров больше, чем приказы, которые приказывает ей ее босс. Это может быть что-то, что в конечном итоге приведет к тому, что она, Рапторы, Дариус и остальные. Но это то, что придет со временем, если они решат сделать второй сезон и идите по этому пути. Это также оставляет больше тайны вокруг ее личности, потому что мы полагаемся на то, что она раскроет ее. Теория 2. В настоящее время существует еще одна теория о персонаже, которая заключается в том, что она представляет собой смесь человека и динозавра, как будто у нее почти есть какая-то гибридная ДНК. И хотя этот путь был бы чрезвычайно творческим и далеким. Чем больше ты смотришь на нее и на то, как она себя ведет, тем больше я видел в этом какую-то возможность. Что касается ее внешности, у нее очень широко раскрытые глаза, очень бледная кожа, которая не похожа ни на одного другого персонажа в сериале. Она не говорит, ее движение... И взгляд, что у нее в глазах кажется, ничего не выражает. Она почти очень похожа на мохищника в своем подходе. So the fact that she's in control of the raptors makes it even more interesting because she does actually resemble one. That does also make me wonder if she does have some kind of mixed DNA between raptor and human and resembles some kind of clone. I wonder if the reason as to why she acts the way that she does is because she's being controlled by somebody else. Maybe this broker. She acts in a way that feels like she's being told what to do rather than moving freely. So if she is able to be controlled just like the raptors are, then that could add some more plausible evidence to the theory of her being a hybrid. This would also explain why it was that the only thing that got her to break her command was when the other raptors were at a point where they couldn't do any more. And if they, она могла быть убита, поэтому она почти сочувствовала им, так как была их частью, обладая их генетической структурой. Было бы здорово, если бы так и было. Это довольно оригинальная идея. Если ее хорошо продумать, я думаю, это было бы отлично для персонажа. Это было бы что-то немного отличное. Ну, кто может быть та таинственная хищница? Она очень напоминает Сантоса из Юрского мира. Как и она, Сантос управляет хищниками с помощью инструмента, динозавры намерены распространиться по всему земному шару. Она погружена в плохую природу и работает на подобную организацию. Но мне нравится думать, что там есть. Это будет что-то с персонажем, предлагающим искупление из-за связи, которую она имеет с рапторами, на которых, я надеюсь, распределить остальных динозавров. Думают ли она гибрид? Я лично не думаю, как я уже говорил, было бы круто, если бы она была, но кажется довольно притянутым. Она была одной из заметных персонажей в шоу. Таинственной, жуткой. Выглядит действительно потрясающе и всегда знаешь, что она пытается сделать. Просто охотится. Я рад, что она была представлена в 10 сериях. Я просто надеюсь, что если будет второй сезон шоу, мы узнаем больше о ее личности, происхождении и увидим ее развитие как персонажа, потому что я чувствую, что есть что исследовать с ней. Итак, вот теория хаоса Мира Юрского. Кто такая Леди Раптор? Если хотите увидеть больше видео, такие как объяснения концовок, теории, предсказания и персонажей, нажмите на карточку в верхнем углу или можно пройти на мой канал для всех.